В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Годовалый малыш утонул в ванне. Его мама подозревается в причинении смерти по неосторожности. Понять, простить и дать второй шанс бывшие сидельцы так и не смогли стать законопослушными людьми. Эхо из 90-х. Спустя 19 лет появился шанс наказать виновного в убийстве заместителя директора компании «Рязаньлада». В наше время часто говорят об умышленных преступлениях в отношении детей, убийствах, похищениях и так далее. Но есть еще одна очень серьезная категория уголовных дел, где жертвы малыши, причем совсем крохи, это причинение смерти по неосторожности. Был умысел или нет, итог один ребенка не вернуть. Только в домашних ваннах ежегодно тонет около 350 детей. Типичная ситуация. Ребенка купают, звонок в дверь, мама на секундочку отлучается, и этих секунд, увы, хватает. На днях трагедия случилась с годовалым ребенком. 41-летняя Рязанка посадила малыша в ванну, включила воду, не набирая ее, и ушла в комнату заниматься своими делами. В это время в сливное отверстие упала обыкновенная тряпка, висевшая на бортике. Когда мама вернулась, ребенок уже лежал в воде без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело в отношении Рязанки, которое подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ, это причинение смерти по неосторожности. Сейчас в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. И расследование уголовного дела продолжается. Оказывается, утопление в ванной вторая после ДТП – причина детских смертей в результате несчастных случаев. Так что на будущее 10 раз подумайте, прежде чем радоваться тишине, если в доме есть малыш. С недавних пор появился новый тип осужденного. Не криминальный, а социальный преступник. Вечные зэки не видят особой разницы между жизнью по ту и по эту сторону колючей проволоки. В любой момент они готовы на преступление ради казенной крыши над головой. На свободе их удел голод, выпивка и неопределенность. Многие, глядя на таких, взывают к душе. Мол, оступился. Каждый может. Понять, простить и дать второй, а то и третий шанс на исправление. Вот только эта протянутая рука иногда бывает вовсе не нужна. Это кадры оперативной съемки. Мужчина подробно рассказывает, из-за чего и как убил бывшего приятеля. Примечательно, обвиняемый совершил преступление после... Его освободили условно-досрочно, в июле 2014 года. А вот в конце августа 2014 года он совершил новое преступление. Он уже отбывал наказание в местах лишения свободы. А также примечательно, что преступление было совершено вместе с его другом, который ранее с ним также отбывал наказание в местах лишения свободы. Осенью прошлого года под кучей хлама в виде оконных рам, автомобильных покрышек и старой мебели был найден труп мужчины. Оказалось, что погибший уроженец Мордовии. Всю свою жизнь он скитался сначала по школам-интернатам, затем по тюрьмам. Освободившись в очередной раз, решил сыграть на чувствах. Пришел в Свято-Троицкий монастырь города Рязани, в надежде, что заблудшую душу никто не выгонит из храма. Бывшему сидельцу создали все условия, предоставили кровь и питание взамен на посильную помощь. Вот только с благодарностью новый постоялец не спешил. Регулярно нарушал дисциплину, воровал спиртное прямо из магазина и вел бродяжнический образ жизни. Монастырь и, как говорится, его персонал поясняет так, что да, мы берем людей, они приходят к нам и говорят, что они верующие люди, хотят избежать, допустим, алкогольной зависимости, наркозависимости. Говорят, что очень трудолюбивые люди, которые хотят помочь, высказывать свою веру в Бога. Но, опять же, на деле мы же их проверить не можем, а когда на деле они начинают жить у них в монастыре, на территории монастыря, выявляются вот такие проблемы в их управлении и контроле над ними, поскольку, говорят, монастырь не призван их контролировать и держать. В день убийства погибший вместе с компанией таких же личностей расположился на теплотрассе. Что произошло на самом деле, знают только сами очевидцы. Согласно официальной версии, обвиняемый подумал, что приятель хочет украсть его телефон. Этого мотива хватило, чтобы накинуться на жертву. Погибшего били руками, ногами за тем всем, что попадало под руку, в частности, оконными рамами. Когда жертва начала хрипеть, первое, о чем подумали участники драки и сам зачинщик, как бы потерпевший, придя в себя, не проговорился. Мужчину забросали крупногабаритным мусором и разъехались в разные стороны. Около двух месяцев следователи искали преступника. Он приехал в Рязанскую область, обвиняемый, чтобы взять теплые вещи, поскольку наступала зима, и был задержан сотрудниками полиции, доставлен. Не журналистка это дело ставить клише, но если на чистоту, каждый действительно сам выбирает, кем ему быть – алкоголиком, преступником или законопослушным человеком. Все-таки, что ни говоря, если бы люди сначала научились думать, а потом уже делать, преступлений было бы куда меньше. В мае в одно из отделений полиции обратился встревоженный мужчина. Он сообщил, что супруга давно должна была вернуться, но неожиданно пропала. Впервые за время семейной жизни женщина-мама двоих детей решила в одиночку пойти в местное кафе. Там встретила старого знакомого. Вместе выпили, досидели до закрытия заведения, а потом поехали в гости – к мужчине. Чего от этой встречи ждала погибшая, теперь так и останется загадкой. А вот обвиняемый больше заинтересовался драгоценностями, чем самой гостей. Получив отказ на просьбу отдать все золотые украшения, он пустил в ход кулаки. Она упала, потеряла сознание. Он взял белевую веревку, связал руки и ноги, после чего снял с нее все ювелирные украшения. Мужчина решил, что живой свидетель ему не нужен, когда в квартире подозреваемого появились оперативники, тело жертвы уже было завернуто в одеяло. Ну, как он поясняет, он собирался в дальнейшем как-то избавиться от тела. То есть пока на настоящее время не знал, как это сделать, но в принципе об этом у него планы в голове были. Уважаемые девочки, девушки и женщины, несмотря на возраст, социальное положение, вы все совершаете одну и ту же роковую глупость. Считаете, что с вами ничего подобного произойти не может? Почитайте криминальные сводки. Большинство преступников оказываются старыми знакомыми, на которых любые угрозы действуют, как красная тряпка на быка. Не переоценивайте свои силы и силы своего ангела-хранителя. В больших городах, таких как Москва, каждый день сотни и тысячи закладок с наркотиками ждут клиентов под скамейками и перилами в трансформаторных шкафах, в подъездах и подвалах. Человек с улицы без всяких криминальных связей может купить до килограмма. То есть теоретически мелкооптовым дилером с маржой в 300% может стать буквально каждый желающий. Но такой, не имея навыков конспирации, надежной клиентской сети и связи, скорее всего, пополнит статистику раскрываемости дел по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». В ближайшее время решится судьба 17-летнего рязанца. Молодой человек был задержан как раз при очередной закладке. Следователи выяснили, такой незаконный способ заработка юноша нашел в интернете. Списался с работодателями, прошел небольшое собеседование и был принят в штат бесчисленных наркопродавцов. В ходе переписки интересовались у него возрастом, во возрасте он солгал, увеличив его в большую сторону семейным положением, достатком, работает ли он учиться и какую цель преследует в подобном роде занятия. Достоверность ответов никто не потрудился проверять. По большому счету, крупным наркозбытчикам абсолютно все равно, где и как проведет остаток дней еще один рьяный помощник. Согласно санкциям статьи, юноша грозит до 20 лет лишения свободы. Но учитывая возраст и отсутствие судимости, срок, скорее всего, будет вдвое меньше. Понимает ли сам обвиняемый, что ближайшие годы, которые его сверстники потратят на получение образования и создание семьи, проведет за решеткой, трудно сказать. Надо заметить, что родители молодого человека настоящие работяги. Пока они зарабатывали на достойное будущее сына, он решил свою судьбу одним кликом мышки. Наркоторговля в интернете процветает примерно с 2011 года, когда открылась первая версия сайта Silk Road, доступного исключительно в анонимной сети. Это что-то вроде ворот в потайной интернет, в который без специальных программ не попадешь. За биткоины можно было купить все мыслимые наркотические вещества в любых объемах. На сайтах в глубоком интернете – оружие, поддельные паспорта и ворованные кредитные карточки. Однако, несмотря на, казалось бы, полную анонимность всех участников, Silk Road был закрыт ФБР. Его владелец арестован, а в конце 2014 года в результате масштабной международной операции при участии ФБР и спецслужб еще из 17 стран были закрыты сразу 414 сайтов глубокого интернета, включая очередную инкарнацию Silk Road. Но все эти меры оказались кардинальными для очень ограниченного круга людей. Только за последние два года по СКН России и Роскомнадзор добились уничтожения примерно 30 тысяч сайтов, содержащих информацию о наркотиках. Причем все понимают, что бороться надо не с интернетом, а с сетевой, организованной и глобальной наркопреступностью, которая эффективно использует всемирную паутину в своих преступных целях. Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета по Рязанской области является расследование так называемых висеков. В 90-е годы полки с нераскрытыми уголовными делами пополнялись регулярно. В первую очередь потому, что у местных авторитетов везде были связи и всегда находились люди, которым было выгодно замять еще один неприятный кровавый эпизод. Кстати, несмотря на лужи крови, оставленные на месте преступления, следователи все равно не располагали необходимыми экспертизами. Генетики и баллистики расширили свои возможности относительно недавно. Сейчас некоторые ломают голову, кого же в итоге и насколько посадят за преступление, совершенное еще в 1996 году. 19 лет назад в Канищево в собственной машине был застрелен генеральный директор компании «Рязань-Лада». Тогда, несмотря на наличие свидетелей и подозреваемых, следователям так и не удалось собрать достаточное количество улик и обследовать следы биологического происхождения. Вряд ли кто-то из участников этого инцидента ожидал, что в 2015-м снова будет вспоминать подробности произошедшего. В настоящее время имеет возможность сравнить данные биологические следы, например, с подозреваемыми или лицами, которые могли бы быть подозреваемыми на тот момент в настоящее время. В 1996-м следователям было очевидно только одно – мотив носит исключительно коммерческий характер. А погибший господин Новиков, видимо, кому-то препятствовал заработать больше. Прошло почти два десятка лет, а виновный в смерти человека до сих пор на свободе. Пока. Дело возбуждено по факту убийства, соответственно, по данной статье грозит срок до 15 лет. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем, кто в итоге встретит старость за колючей проволокой. В семейной жизни подводных камней много, и, как в старом анекдоте, иногда виновником очередного скандала может оказаться сосед. В августе этого года житель села Болошнево Рязанского района, уходя на работу, слышал, как супруга о чем-то громко спорила в квартире соседа, но не придал этому значения. Вернувшись вечером домой, глава семейства, к немалому удивлению, обнаружил свою даму снова в гостях у того же гражданина, да еще и полуголую. Воспитывать решил кулаками, но на свою беду перестарался. Он не думал, что данные его действия приведут к смерти супруги, потому что уже ранее данные прецеденты между ними имели место быть, уже рукоприкластвовал. И он просто лег на диван смотреть телевизор и задремал. Проснувшись через некоторое время, подошел к супруге и обнаружил, что она какие-либо признаки жизни не подает, тело бездыханное. Психологи считают, что простить супружескую неверность можно, а вот забыть нельзя. И оступившись раз, влюбчивая половинка вряд ли остановится. Что-то в этом духе произошло и в этом семействе. У них имеется два совместных ребенка, уже взрослых. В 2007 году они развелись, потому что, как поясняет супруг, он уличил свою даму в неверности. Кроме того, его супруга злоупотреблял спиртными напитками, что подтверждают, в принципе, дети. Люди разучились разговаривать и договариваться. Простого откровенного общения боятся больше, чем тюрьмы. Вот и результат. Внимание, розыск. 28 августа 2015 года из участка колонии-поселения в Милославском районе совершил побег осужденный Мишаков Александр Сергеевич, 92-го года рождения. Его приметы. Рост 176 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, брови дугообразные, темные, нос средний свернут влево, глаза зеленые, уши большие, оттопыренные, волосы прямые, темно-русые. Особые приметы. Татуировки, колобрат, слава Руси, шут, образ оборотня, фридом, такси для дам. Диагональные шрамы на левой руке 18 сантиметров. Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого осужденного, обращайтесь по указанным на экране телефоном. Это были главные криминальные темы минувшей недели. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. А на сегодня все. Удачи и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин